Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас снова приветствовать на нашем канале YouTube, посвященном урокам рисования и живописи. Меня зовут Минеев Иван Александрович, я являюсь ведущим художником-педагогом студии живописи Возрождения. И сегодня я представляю вашему вниманию такое очень интересное высказывание «Художник не профессия, а признание». И об этом мы сегодня с вами поговорим. Итак, конечно, первым моментом нужно учесть, что когда художники получают признание, это время. И очень много примеров у нас в истории изобразительного искусства, когда художники, может быть, при жизни не были столько популярны и востребованы, а по окончанию, так скажем, жизни, мы видим большой интерес к творчеству и, в общем-то, ценности художника с точки зрения мирового искусства. Здесь имеется в виду, что время, которое проживал художник, может быть, те или иные ценности не совсем, может быть, наглядно выражали, вкус, так скажем, людей, да, и, конечно, мог художник быть невостребованным. Как мы с вами знаем, Винсент Ван Гога с трудом покупались картины, да, и брат его, Тео Ван Гог, конечно, пытался продать его работы, но всё это безуспешно. И, конечно, Ван Гогу требовалось постоянно, как бы, деньги, да, для того, чтобы реализовать свой творческий потенциал. То мы сейчас видим, какой спрос огромный на, конечно, интересы творчества Ван Гога. Это и есть признание, которое художник, в общем-то, получил после окончания жизни, да. Ну, и бывает очень много случаев, когда художники при жизни получают огромную популярность, признание, как, например, Рубинса, где, конечно, в общем-то, был любимчиком, ну, общества, да. То есть время, конечно, даёт определённые коррективы и, конечно, расставляет всё по местам. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это сила таланта и мастерства. Конечно, чтобы получить признание, недостаточно только лишь таланта, да, мастерства. Нужна определённая сила, да, которая влюбляет зрителя в ваше творчество, да. И, конечно, оно становится популярным и, в общем-то, несёт определённую силу, заряд, да, который, в общем-то, нравится людям. И люди готовы смотреть и получать и открывать в вашем творчестве все новые-новые грани, да, того сакрального, что, в общем-то, художник внёс в своё творчество. Художник – не профессия, которая непременно должна быть подтверждена дипломом или оценками. Здесь нужно остановиться, что не всегда признание, ну, как говорят, подтверждается дипломами, наградами и так далее. Конечно, это не самый важный показатель, да, но, конечно, определённые какие-то успехи, какие-то определённые, может быть, этапы, да, жизни, конечно, они определённо награждаются, но не относятся именно к признанию, да, то есть это не есть тот самый важный критерий, по которому нужно оценивать, да, вот признание, да, художникам его заслуг, да. Признание немножко другим, да, завоёвывается. Следующее – художники-самоучки, добившиеся большого успеха и признания. Вот здесь мы видим, что не влияет, в общем-то, академическое образование или где-то среднее специальное, или высшее, да, художественное, не влияет на раскрытие творческого потенциала напрямую. Мы знаем по истории изобразительного искусства, что очень многие художники, вот здесь я как раз отдельно выделил списками, это список большой, очень многие художники-самоучки добились больших, можно сказать, больших заслуг, да, большого какого-то внимания и профессионального роста самостоятельно, и добились огромного признания у общества, у зрителя, что послужило, в общем-то, определенным таким вот знаковым решением, да, что этот художник, в общем-то, популярен, интересен и так далее. Один из таких художников, как Поль Гоген, да, мы с вами знаем, что Поль работал, по-моему, юристом и, в общем-то, бросил свою работу, брокерскую работу, да, на биржах и занялся творчеством, да, и вот эта сила как раз-таки побуждала его дальше творить, решать какие-то дела и получить, в общем-то, затем признание, да. И также и Анри Руссо, да, то есть мы тоже видим художник-примитивизм, но при этом желание творить и создавать прекрасное послужило именно, опять же, признанию. Также к признанию является и народное, и всемирное признание, да, да, это тоже немаловажный фактор, это говорит о том, что художник, в общем-то, свою деятельность ведёт, ну, как сказать, правильно, да, и, в общем-то, заслуживает определённого народного, и потом уже, если, так скажем, творчество выходит за пределы, так скажем, определённых рамок, да, то есть становится всемирным, да, признанием. Ну и хочется завершить такими фразами, каждому человеку соответствует определённый род деятельности, которая делает его полезным для общества и одновременно приносит ему счастье, баррес, да, то есть это вот говорит о том, что не только счастье, но и признание, да. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, подписывайтесь на канал, если кому нравится информация, и до новых встреч.